Добрый день, уважаемые друзья, подписчики и просто зрители. Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Мы продолжаем обзор ножей из серии S и сегодня будем знакомиться с таким черно-синим красавцем с артикулом S30. Народ, крепко интересующийся ножевой тематикой, наверняка узнает в этом красавце брата-близнеца Бокер Магнум BNB. Первые впечатления от знакомства весьма положительные. Мужичек обладает приятной тяжестью, аккуратно изготовлен и собран. Хотелось бы к чему-то придраться, но и богу просто не к чему. Настолько здорово все сделано. От тридцатки так и веет каким-то сдержанным аристократизмом. Причем это сугубо мое личное мнение, но вот такая раскраска G10 Blue Black наиболее подходит для этого ножа. Красивый современный фолдер, который абсолютно гармонично впишется в любой образ своего владельца. В общем, хватит болтать, давайте к сути. Характеристики у ножа следующие. Длина лезвия 95 миллиметров, ширина лезвия 30 миллиметров, толщина лезвия в обухе 4 миллиметра, длина рукояти 125 миллиметров, общая длина ножа 220 миллиметров, масса 170 грамм. Твердость стали, заявленная производителем 58-59 единиц Паракойло. А вот на тему твердости этой серии ножей и данного экземпляра в частности мы поговорим чуть позже, в этом же видео. Механика у ножа на уровне. Клинок ходит легко, при складывании падает под своим весом. В осилом у нас классические латунные шайбы, вот они желтенькие. Поперечного люфта нет, как впрочем нет и вертикального. Клинок у ножа довольно крупный, гораздо крупнее привычных нам городских одессишников. Форма, любимая большинством дропплэд, спуски от обуха, есть вот такое небольшое рекассо. Поверхность клинка мелкий поперечный сатин, железка 9хром 18 муи. Сведем нож в 0,8 миллиметра по всей длине, подводы выглядят у нас вот так. Посмотрим заточку из коробки. Как я упоминал уже выше, заявленная твердость клинка 58-59 яиц по ракуэгу. Мы тестировали образцы, предоставленные нам фабрикой, они в принципе показывали очень близкие к заявленным величинам. Но образцы образцами очень хотелось посмотреть и померить, что же будет в серийке, тем более вся серия делалась на фабрике, где ранее мы заказы не размещали, но качеством своих изделий они нас более чем убедили. Поэтому очень хотелось сравнить серийку и образцы. Первым делом, как приехали ножи, в том числе и этот, они поехали в лабораторию на замер твердости. Поэтому предлагаю посмотреть вставочку, как это было. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok. Опять-таки я вам про химионалисы говорю. Ну, 59. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое вот у нас получилось лирическое отступление, но давайте двигаться дальше. На обухе есть вот такая насечка под большой палец, очень цепкая, абсолютно не вызывающая каких-то неприятных ощущений. Сделана насечка очень аккуратная, да и вообще качество слесарки на клинке достойно похвалы. Все просто отлично, придраться даже не к чему. Замок в ноже классический лайнер-лок. Лайнер становится в начало пяты, работает мягко, не закусывает. Мне очень нравится. На самой пластине есть уступ под палец, что делает работу замком более комфортной. Что еще сказать? Даже если сделать вот так, лайнер никуда не уходит, остается на своем месте. Рукоять у нас это два довольно толстых стальных лайнера, соединенные при помощи бонок. Боночки простые, не фигурные, их здесь всего две. Что впрочем, на жесткости конструкции никоим образом не сказалось. По лайнерам везде сняты вот такие крупные фаски, что для руки очень приятно. Есть в лайнерах и облегчения, которые выглядят у нас вот таким образом. Накладки изготовлены из черно-синего G10 и отлично обработаны. Даже руки взять приятно. В верхней и нижней части рукояти на лайнерах у нас имеется такая вот волнистая насечка. Мое мнение, это сугубо декоративный элемент, я скажу даже больше. Как бы я нож не брал, мне от нее ни холодно, ни жарко. В окончании рукояти есть очень грамотно организованное темлячное отверстие. Накладки из G10 его огибают, оставляя металл лайнеров открытым. Насколько я понимаю, это сделано для того, чтобы темляк не выступал за накладки из G10 и соответственно не тер руку при работе. Если я не прав, буду благодарен за поправки в комментах. И вот еще что. Клипсы у нас здесь не предусмотрены, от слова совсем. Носить нож необходимо либо в кармане, либо в таком вот чехольчике, что по-моему более правильно. Что еще рассказать про этот нож? Не знаю. Красивый и удобный, качество изготовленный нож. Пожалуй, на этой приятной ноте и будем прощаться. И да, о ценах. Стоит такой нож 27,5 долларов. Это один из самых дорогих ножей в этой серии. Ссылочка на нож и чехол будут в описании под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь к нам на канал. Пишите в комментариях, что нравится и что не нравится в наших обзорах. А также, какие из наших товаров вы хотели бы здесь увидеть. Мы обязательно поставим их в очередь. Всего доброго. Пока-пока.